Это новости на канале ЭНСК-49. Мы выходим в эфир из домашней студии. Здравствуйте и смотрите сегодня. Пешком на дачу. В связи с эпидемией коронавируса так называемые дачные автобусы будут ходить только с понедельника по четверг. Ломать и строить. В Залицовском районе начался очередной этап комплексной застройки. Дети или коммерция. Произошел очередной конфликт интересов жителей-застройщиков. На этот раз вокруг детской площадки. 71 заболевший коронавирусной инфекцией выявлен всего за один день в Новосибирской области. Общее число заболевших приближается к полутора тысячам. Невзирая на непростую эпидемиологическую ситуацию, в регионе постепенно ослабляют режим самоизоляции и готовятся к запуску так называемых дачных маршрутов. Готовы ли они к работе в условиях пандемии и почему некоторым дачникам придется пешком добираться до своих участков, расскажет Василий Акимов. Дачные участки стали неотъемлемой частью жизни многих горожан. Если в 90-х они помогли выжить многим сибирякам, то теперь это скорее способ вырваться на природу из шумного и пыльного мегаполиса. И даже коронавирус не стал помехой, хоть и внес некоторые коррективы в привычный распорядок, заставив соблюдать строгие санитарные нормы. У нас что я, как говорится, инвалид, что жена инвалидка. И как-то... Ну все равно, черт его знает, что будет. Уже традиционно к лету в нашем городе запускают так называемые дачные маршруты. Это автобусы, электрички и даже теплоход. Нынешний не стал исключением. Однако по выходным добраться до дач получится только пешком или на автомобиле. Автобусы в эти дни отменили. Данные маршруты будут курсировать с понедельника по четверг, пятницу, субботу и воскресенье для исключения различных рисков, связанных с ситуацией с коронавирусом. Данные маршруты курсировать не будут. Те жители Новосибирской, Новосибирской области, которые пожелают в пятницу, субботу и воскресенье побывать у себя на дачах, они должны будут воспользоваться личным транспортом. Впрочем, даже если дача расположена в пределах города, немало пожилых дачников просто опасаются пользоваться автобусами. Ни о какой социальной дистанции, а часто и масках, речь не идет. Стараемся ехать на платном маршрутке или на платном автобусе. Там сидят через одного люди и мы ездим. А если много людей, так мы туда и не садимся. По словам чиновников, они следят за наполняемостью маршрутов и в случае необходимости принимают меры. Данное мероприятие в обязательном порядке проводится как сотрудниками Минтранса периодически, так и перевозчиками. И, соответственно, при выявлении фактов сверхнормативного наполнения салонов, мы будем наращивать количество подвижного состава на линии и дополнять количество рейсов. Еще одна мера, призванная обезопасить от коронавируса – рейды по привлечению к ответственности пассажиров без масок. Они уже проходят в автобусах. От 16 мая планируется в электричках. Сумма штрафа для граждан – от 1 до 30 тысяч рублей. Также перевозчик вправе отказать в поездке пассажирам, которые не соблюдают требования безопасности и создают угрозу для здоровья окружающих. Впрочем, это при условии, что вы отправитесь на дачу с понедельника по четверг. По пятницам и выходным дням не имеющие автомобили дачники могут чувствовать себя в полнейшей безопасности, добираясь пешком до своих участков. Расселение жителей аварийных домов продолжается в Новосибирске, невзирая на коронавирус и экономические сложности. Причем речь по-прежнему идет о досрочном завершении федеральной и региональной программы. От кого и от чего зависит успешное выполнение намеченных планов и чем уже сегодня могут похвастать в Новосибирске – смотрите далее. Ветхое аварийное жилье – позор любого города. Избежать его не удалось и Новосибирску. И если со стороны эти дома могут лишь испортить эстетические чувства, то хуже всех приходится тем, кто вынужден десятилетиями жить в таких развалинах. Говорят, что некоторые жители этого барака на улице Кубовой ждали расселения с конца 60-х годов. Дождались только в прошлом году и сейчас дом, построенный в 40-х годах, наконец-то пошел под снос. По оценкам некоторых экспертов, сегодня в Новосибирске насчитывается 1300 многоквартирных домов с износом более чем 70%. Не имеют центрального отопления, водоснабжения и канализации. Официально признаны аварийными 350 домов. 174 из них включены в программы по расселению на 20-25 годы. Еще по 176 домам, признанным аварийными, решение о расселении не принято. Одним из механизмов расселения граждан из аварийного жилищного фонда является программа развития застроенных территорий. Причем работает с опережением плановых показателей. Наш аварийный фонд в размере 107 тысяч метров квадратных аварийного фонда общей стоимостью 4 миллиарда рублей предложено реализовать в 2023 году. То есть изначально год окончания программных мероприятий был зафиксирован как 2025, но было направлено предложение завершить программу в 2023 году. На площадках наиболее интересных строительным компаниям не всегда есть дома, включенные в списки расселения на ближайшие годы. Реновация таких территорий может быть отложена на десятки лет, пока очередь расселения не дойдет до домов, которыми они застроены. Тем не менее, согласно генплану Новосибирска, жилищное строительство в городе в ближайшие 10 лет предполагается развивать именно на территории ветхой застройки и частного сектора. По словам чиновников, сейчас ведется работа по приличению инвесторов. Сейчас переговоры ведутся по пяти площадкам, но площадки достаточно тяжелые, поэтому программу ЕРЗД включает в себя не только инвестиционную составляющую, она включает в себя и бюджетную составляющую. А как вы понимаете, на сегодняшний день с бюджетом у нас достаточно серьезная проблематика. Одним из примеров удачной работы по расселению в нашем городе является улица Кубовая. На месте ветхого жилья здесь создает необходимую социальную инфраструктуру. Есть, впрочем, и совсем другие истории, особенно если территория, на которой расположен аварийный дом, не позволяет возвести большой многоэтажный дом со всей необходимой инфраструктурой. Таких домов немало, например, в районе телецентра. И сколько еще лет придется ждать расселения жителям таких домов, не знают даже ответственные за этот процесс чиновники. Застройка участков внутри кварталов на роде, называемая пятачками, извечная проблема между жильцами домов и коммерсантами. Об очередном столкновении интересов двух сторон на улице Аэропорт расскажем в следующем сюжете. Этот конфликт похож на многие другие, которые постоянно происходят в Новосибирске. Зерном раздора стал совсем неприглядный на первый взгляд заброшенный участок земли на улице Аэропорт. В данный момент он весь зарос кустарником, в котором с комфортом расположились люди без определенного места жительства. Жильцы близлежащих домов давно мечтали о том, чтобы на этом участке была построена детская площадка. Но предприниматели решили построить там капитальное здание, предназначенное для оказания бытовых услуг населению. Этот участок был сдан в аренду мэрии в 2019 году. При этом жильцов не поставили в известность о цели строительства. И, наверное, все бы у застройщиков прошло гладко, если бы не бдительность шильцов, обративших внимание на проведение земляных работ с нарушением правил. Стали вести подключение энергокабеля около 45-го дома. Эта территория, как сказали жители 45-го дома, их придомовая территория. То есть работы здесь никакие не должны вестись. Разрешение должно быть согласовано с надзорной инспекцией. Почему? Потому что должны быть ограждения, должны быть проведены правильно работы. Здесь этого нет. И вообще, какие работы могут быть на придомовой территории. По словам жильцов, был сделан официальный запрос в мэрию 21 апреля. Сейчас получен ответ, из которого они узнали, кто является арендатором и с какого момента уже выплачивается аренда. Нам непонятно, почему пять вот этих домов не собрали собрания, ничего они не собрали. Стахты-барахты они ведут, прокладывают все кабеля туда, а потом они скажут, что мы затратили деньги и деваться вам некуда. Все, деньги у нас затрачены, мы будем вести строительство. У арендатора, естественно, другое мнение. Думали, что к маю ситуация стабилизируется, соответственно, соберем забрание, согласуем все с жильцами, покажем проект, документы, что мы тут не просто так. А данные работы, которые вам показывают, их ведут региональные электрические сети, наняли подрядную организацию. Мы, соответственно, не были уведомлены, что данные работы начались по прокладке сетей к нашему участку. Мы к ним запросы отправим, будем выяснять. Ситуация, конечно, складывается довольно интересная. Участок в аренде, арендатор уборка участка не занимается, он так и находится в запущенном состоянии. А жильцы, ничего не ведая, потихоньку ведут переписку с депутатами и мэрией по поводу строительства детской площадки. Ведь количество жилых домов и детей, живущих в них, превышает все нормативы для детской площадки, расположенные во дворе одного из домов. Как говорится, без слез не взглянешь, на каком пятачке играют дети. Конечно же, в округе есть детские площадки. Две из них расположены между двух автомобильных дорог, что явно считается недопустимым. И третья просто непригодна для игры. Новая детская площадка крайне необходима жильцам этого микрорайона. Мы, жители шести домов, двух девятиэтажек, двух домов двухэтажек и трехэтажки, просто просим, просим, чтобы здесь была детская площадка. Никакого строительства мы не дадим здесь делать. Эту проблему простой не назовешь. Понятно, что каждая сторона будет отстаивать свои интересы. По словам арендатора, компания готова к диалогу и компромиссу. Вот только каким он будет, этот компромисс? Вопрос остается открытым. Опять одни качели? Или обширная благоустроенная территория с достойной детской игровой площадкой и зелеными насаждениями? В Новосибирске по ходатайству прокуратуры суд приостановил деятельность частного центра по уходу за пожилыми людьми. Причина – банальное несоблюдение правил пожарной безопасности. Почему общество с ограниченной ответственностью «Забота-54» не исправило нарушение сразу после предписания надзорного органа, а дождалось решение суда и что именно было не так в заботливом учреждении, расскажет наш корреспондент. На сайте центра по уходу за пожилыми людьми «Забота-54», помимо того, что он открыл дверь уже второго корпуса для своих постояльцев на улице Серафимовича, указывается о том, что в октябре 2019 года здесь создана современная система противопожарной безопасности. Кроме того, этот центр вроде как с успехом прошел проверки Роспотребнадзора и МЧС. Однако прокуратура Кировского района Новосибирска после проверки исполнения законодательства пожарной безопасности и социальной защиты инвалидов пришла к другим выводам. Общество с ограниченной ответственностью «Забота-54», ранее расположенное в одноэтажном строении, оказывало услуги по круглосуточному присмотру и уходу за 16 пожилыми людьми. Для осуществления такой деятельности организация оборудовала для маломобильных граждан 8 палат. «Проверка выявила на объекте, который относится к категории чрезвычайно высокого риска, грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации помещений». А именно отсутствие эвакуационного выхода, несоответствие качества огнезащитной обработки, конструкции кровли здания и многое другое. Прокуратура возбудила административные дела, а также предъявила в суд иск о запрете эксплуатации помещения до устранения требований законодательства пожарной безопасности. Организация вроде как со всем этим согласилась, но судя по всему ничего не исправила. И, кстати, далеко не в самом пожаробезопасном положении оказались и другие малозащищенные слои населения города. «Проверена деятельность ответственных органов и организаций при эксплуатации установленных ранее в жилых помещениях, где проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры-инвалиды автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем. В ходе проверки прокуроры выявили многочисленные нарушения закона». Ну а центр «Забота-54», если верить его сайту, теперь ухаживает за престарелыми сибиряками по другому адресу. Остается надеяться, что там с пожарной безопасностью все в порядке. В Новосибирской области при поддержке регионального Минздрава увеличивается количество сосудистых центров. Какая роль отводится этим подразделениям? Каким образом логистика доставки пациентов влияет на их скорейшее выздоровление? И повлияла ли пандемия коронавируса на работу центров? Обо всем этом в нашем репортаже. Региональный сосудистый центр Новосибирской областной клинической больницы, где оказывают специализированную медицинскую помощь при остром инфаркте и остром инсульте, объединяет 10 различных отделений. Одна из главных ставок сделана на оперативность. Ведь чем быстрее пациент окажется в руках врача, тем больше у него шансов на скорейшее выздоровление. Поэтому даже бригада скорой помощи определяется уже на момент вызова. Едет на боли в сердце, либо на клинические проявления инсульта, уже специализированная бригада. Смысл организации именно в этом. Доктор осматривает пациента дома и тотчас же сдает информацию по определенному телефону, который известен врачам скорой помощи, и он у врача РСЦ в кармане. И больного с предположительным диагнозом, минуя приемный покой, сразу везут в рентгеноперационную, где проводят исследования, к примеру, коронографию, и оперируют. Через пару-тройку дней, если не было каких-то осложнений, пациент обычно чувствует себя хорошо. Возникала иногда ситуация для врача, немножко форс-мажорная, когда один пациент уже в рентгеноперационной на столе, а по скорой помощи везут второго. Представляете, как это дискомфортно, мягко говоря, ну а лучше сказать страшно для доктора. Поэтому в прошлом году было принято решение, в прошлом году в областную клиническую больницу в рамках национального проекта смонтирована еще одна рентгеноперационная. Помог в этом НАЦ-проект здравоохранения, а приобрели оборудование при поддержке правительства Новосибирской области. Это актуально особенно сейчас, когда пандемия коронавируса внесла некоторые поправки в работе сосудистого центра. Учитывая, что 11-я городская клиническая больница переведена в режим инфекционного госпиталя, пациентов прибавилось в процентов на 30, говорят медики. Но сил хватает, и больных везут сюда со всей области. У нас никаким образом не изменилась маршрутизация областных пациентов. У нас точно так же работает санитарная авиация. И при необходимости мы эвакуируем пациентов. Тем не менее, в Министерстве здравоохранения Новосибирской области приняли решение о расширении возможности оказания оперативной помощи сосудистым больным. В настоящее время такие центры работают на базе Первой городской и Дорожной больниц. Ряд пациентов взял на себя Институт патологии кровообращения имени Мишалкина. И в планах создать сосудистый центр в больнице Саран. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч!